Всем привет! Вы на канале Микс Рецептов. Сегодня я буду готовить манник зебра. Рецепт очень простой и быстрый. Пошли готовить! Итак, в миску высыпаем манку и заливаем ее кефиром. Вместо кефира можно использовать молоко или кислое молоко, ряженку, йогурт и даже нежирную сметану. Все немного перемешиваем. Теперь добавляем соль и сахар. Снова все перемешиваем и оставляем на 20 минут, чтобы манка разбухла. Тем временем смажем форму для выпечки сливочным или растительным маслом. У меня круглая форма диаметром 25 сантиметров. Можно использовать прямоугольную или квадратную. К разбухшей манке добавляем 2 яйца, растительное масло без запаха, ванильный сахар и еще раз все немного перемешиваем венчиком. Теперь очередь муки, но в начале стакана муки нам нужно отложить 2 столовые ложки муки, столько, сколько у нас и какао. Просеиваем неполный стакан муки в тесто и добавляем разрыхлитель. Далее делим тесто на 2 примерно одинаковые части. В одну миску мы добавляем 2 столовые ложки какао и перемешиваем. А в другую 2 столовые ложки муки, которые мы с вами откладывали. Ставим духовку разогреваться на 170-180 градусов. И теперь, чтобы у нас получился рисунок зебры, выкладываем сначала 2 столовые ложки белого теста, а потом уже 2 столовые ложки темного. И так, чередуя два вида теста, заполняем форму. При желании, можно сделать на пироге рисунок зубочисткой. Теперь осталось поставить манник в заранее разогретую духовку до 170-180 градусов на 30 минут. Готовность манника проверяем с помощью зубочистки. Если она чистая и сухая, значит пирог готов. Я еще дополнительно, пока пирог горячий, заливаю его стаканом теплого молока. Кто хочет, чтобы пирог был более влажным, можно полить двумя стаканами. Молоко достаточно быстро впитывается, так что смело лейте, не бойтесь. Вот такой простой рецепт из доступных ингредиентов. По нему приготовит даже новичок. Количество ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Получается мягкий, вкусный, с красивым рисунком манник. Также его можно использовать вместо бисквита и сделать из него тортик. Так что готовьте, подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересных рецептов. Я вам желаю приятного чаепития и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!